Спасибо! О, уже начал? Всем здравствуйте, ассаламу алейкум, это я Амар Алибуттаев и мой блог «Амар в большом городе». Как вы уже поняли, я ворвался здесь в Москве в одно место под названием «Музей советских игровых автоматов». Уф, что за место? Просто ворвались молодость наших родителей. Я с пацанами пришел, только этих пацанов нигде нету. А, Уджи? Четыре есть. Я извиняюсь, здесь не по кайфу из-за вас. Что случилось? Фотобудку нашли, прикинь, можно в ней фоткаться сразу. И у тебя сразу фотки, прикинь. Ну, в общем, вы поняли, сегодня про все эти аппараты мы вам будем рассказывать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот этот вот прекрасный человек сегодня нам покажет и расскажет все про игровые автоматы. Как вас зовут? Меня зовут Полина. Полина, меня зовут Амар. Кто меня не знает, пожалуйста, познакомьтесь. Я очень хочу, чтобы вы сегодня рассказали моим подписчикам от А до Б все про игровые автоматы. Можно ли? Да, конечно. Вот это только вот начнем с этого. Здесь, как я понял, представлены автоматы, их разыскивает полиция, да? Здесь представлена вся наша экспозиция, которая есть в музее. Можно посмотреть то, что здесь есть, там тоже есть? Да, верно. А если то, что здесь нету, там есть, как это? Что ж, это будет только радость для нашего музея. У меня очень интересные вопросы сегодня будут, поэтому. Куда мы вообще сегодня пришли? Что это за место? Расскажите немного об этом. Что ж, это музей советских игровых автоматов. Здесь представлена самая необычная и уникальная коллекция советских игровых автоматов. В общем, по количеству сколько здесь аппаратов? Сейчас здесь представлено 35 игровых автоматов. 35 игровых автоматов. На продажу есть какой-нибудь аппарат? Я в Дагестане хочу поставить там бизнес. Нет, мы не продаем, только арендуем. Коллекция это что-то вроде детища наших директоров, поэтому они очень бережно к ним относятся. Опа! Так, вот это пинбол у нас, да? Да, верно. Так, и какого года он выпуска? 1991. 91. Так, когда он родился, мне уже было два годика. Я старше него получаю. Встань, когда старший подходит. Вы извините, кавказское воспитание. Старший и младший нужно, знаем. Ничего себе! Блин, а здесь столько игровых автоматов. Четко хочется, ну... Чего? Амар просто очень стеснительно. Он монетки имеет в виду. Есть монетки? А, монетки, да. Монетки есть. А зачем так говоришь, да? Прямо надо говорить такие моменты. Она сейчас подумает, что и попрошайка. Неудобно, как-то. Нормально, да. Побольше возьми. Да неудобно как-то. Ты знаешь, что надо делать? Ага. Давай, 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 давай. А ты кошак, жизнь. Это современная молодежь. Отойдите от аппарата. Если не умеете играть, лучше вообще не подходить. Вообще советский аппарат как можно рыбкой назвать? Это же понятно, что это аппарат. Охотник. Рыбка. Так. Отлично. Мышку подбил. Кому она нужна? Ну ладно, идем дальше. Так. Ага. Опять мышку подбил. Да что ж такое. Так. Базуху беру. Опять мышка. Ну ничего. Другие поиграем? Да, да, да. Поиграйте. Полин, сюда какой контингент людей приходит? Взрослые, помладшие, ребенок, бабушки? На самом деле все. Здесь каждому возрасту найдется во что поиграть. Взрослые, естественно, бабушки, дедушки, они вспоминают свою молодость, свое детство. А молодежь, они наоборот знакомятся с тем, что было, какими были развлечения раньше. Я, например, захочу братву собрать пацанов. Здесь можно в аренду брать помещение, чтобы провести там день рождения? Конечно. У нас здесь и свадьбу устраивают, и все день рождения. Здесь свадьбу устраивают? Да, конечно. Здесь прекрасное место для фотосессии есть. Отлично. Мага, я понял, где твою свадьбу играть. Здесь уже более такие современные игровые приставки? Да, верно. Такие джойстики интересные. Я в жизни такие не видел. Вот здесь тоже разнообразие. Это Dendy, да? Да, именно то, с чего копировали Dendy, Nintendo. Прикольно, прикольно. Так, дальше идем. Всем известный Соник. Соник, да? Да. Мой сын любит этот фильм смотреть Соник. Люблю Соника. Ты не мой сын. Люблю Соника. Тоже мне. Пойдемте. О, что, один играешь с Соник? Какой один играю? Зуб болит. Это что за игра вообще? Я не понимаю. Это морской бой. Молодец, хорош. О, братишки. Сколько будете еще играть? Сколько хочешь, столько играем. Что проблема? Не понял, молодой. Ты как со старшим разговариваешь? Я хочу, так хорошо. Понял, понял. Тихо, тихо, подожди. Она не работает? Она еще как работает? Я 15 копеек закинул, не вернула она мне. Так что пусть отрабатывает. Левей, зачем ты говоришь? Все, заново еще раз. Дай 15 копеек. Это принципиальный вопрос уже. Дай 15 копеек. Это принципиальный 15 копеек. Все, давай. Все, отлично. Подожди, подожди. Ну что ж, друзья, вот вам показали немного про советские игровые автоматы и не только советские. Полина, вам большое спасибо за эту экскурсию. Все было очень интересно. А вы, подписчики, ставьте лайки, пишите комментарии, что еще и следует. И я рандомно выберу одного победителя, для которого разыграю вот этот вот аппарат. Нет, нет, это не было в планах. Нет, нет, нет. А, мы же вот этот договорились разыграть. Вот этот аппарат мы разыграем для вас, для кого-то из вас. Это тоже нет. Тоже нет, да? К сожалению. Подожди, тогда может быть точно вот эту вот штучку, не знаю, что это, тоже разыгрываем. К сожалению, тоже нет. Кончились. Кончились, да. Давай хотя бы лампочку может разыграем. Не знаю. Лампочку тоже нет. надо подумать, давайте подумаем потом. Ужас, ужас. Ладно, давайте тогда просто попрощаемся, извините, подписчики, ничего не разыграем. Это был Амар Оливуд Тайм и мой блог Амар в Большом Горде. Пока-пока, до свидания. Хотя бы чай нельзя отдать подписчикам?